Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Мы с парнем встречались два года, он жил в общежитии и мы частенько там зависали. У парня был сосед, с которым мы особо не общались, только привет пока. Спустя год мы с парнем переехали на квартиру и частенько звали в гости этого соседа. Постоянно морозился, то времени нет, то ещё что-то. И вот не так давно мы зашли в общагу, там был этот сосед. Он гостил нас с вином и мы пообщались, поиграли в карты, посмеялись, даже можно сказать познакомились поближе, что произошло впервые в принципе с момента первой встречи. И вот после этой встречи я заметила, что влюбилась в него, как бы это ни звучало легкомысленно, но вот ещё три месяца месяц себе не нахожу. В общем, с парнем мы расстались, так как я зашёл к Антону, я не могу больше быть с ним. Антон это вот соседка, о котором идет речь. Мне против. Повода свидетельства с Антоном больше, как вы понимаете, нет. Он о моих чувствах не знает, особых знаков внимания ко мне не проявляет, скорее всего из-за того, что я бывший его сосед. Также, что наверное важно, у нас с ним разница в возрасте пятнадцати лет, мне двадцать восемь. Не знаю, понял ли он, что я испытываю ему чувство, мне неизвестно, как это происходит у мужчин, как они чувствуют, что девушка влюблена. Я старался держать себя в руках, но знаете, мне кажется, когда мы общались, глаза у меня горели. Боюсь ему чем-либо признаваться, а так как боюсь быть отвергнутой, но мысль на нём сводит меня с ума. Очень хочу услышать совет, как вести себя в данной ситуации, как в принципе действовать. Ну, смотрите, во-первых, разница в возрасте пятнадцать лет, непонятно в какую сторону. Вы старше, он старше, ну очевидно, что он младше вас на пятнадцать лет быть не может, потому что в этом возрасте вряд ли он может быть студентом, значит он вас старше получается на пятнадцать лет. Ну вот, срок это довольно, довольно большой, ой, ну число довольно большое. Вот, то есть получается ему сорок три. Вот, значит, традиционно подобная модель связывает с детско-родительскими отношениями, да, где вы стяготитесь вот к такому, ну, к взаимодейству с мужской родительской фигурой. Вот, соответственно, значит, если это действительно так, то нам в первую очередь с вами нужно это выяснить. Нужно выяснить, нет ли здесь переноса на отца, вот, и, соответственно, нет ли здесь каких-то конфликтов, которые связаны у вас непосредственно с папой. Это первое. Второй момент, второй момент заключается в том, что, что, значит, если конфликты есть, пускай они даже не связаны напрямую с папой вашим, но если конфликты есть, то вы, скорее всего, этого человека не воспринимаете аутентично, вот. То есть, скорее всего, речь идет о том, что вы воспринимаете его, скажем так, в контексте своих противоречий, вот, вы воспринимаете его в контексте своих потребностей, да, в контексте своих желаний, в контексте своих эмоций. И вот очень может быть такая история, очень может быть такой момент, что как личность вы его не видите. Вот, соответственно, в этом случае вы просто добившись вот контакта с ним либо потеряете интерес, либо впадете в завис... Вот, то есть, так или иначе, вам гарантированы негативные чувства, негативный опыт и, соответственно, травмированы. То, что вы боитесь быть отвергнутой, то, что вы боитесь отвергнутой, то, что вы боитесь отвергнутой, также, на мой взгляд, связано с тем, что у вас могут быть какие-то трудности и проблемы с родителями, потому что страх отвергнутой, потому что страх отвергнутой, он идет из детства, но в целом он связан с тем, что вы себя обесцениваете. Ну, то есть, у вас болезни на самом деле церковь. Вот, это первый момент, это первый путь, который, ну, вполне способен привести вас к личностному росту, к развитию, вот, и дальше вы уже можете, в принципе, решить, да, как можно действовать. То есть, вы можете решить, например, ну, будете ли вы признаваться ему в чувствах, или выяснить вам, что ваши чувства – это не совсем чувства к мужчине, это вот такая история больше про компенсацию, да, про замещение, вот, про доказательство чего-то. Вот, согласитесь, в этом случае лучше будет, если вы, значит, ну, если вы заранее как-то, как-то будете предупреждены, об этом и не будете, вот, строить каких-то иллюзий относительно этого и так далее. Значит, судя по настроению вашего текста, вы человек достаточно импульсивный, вы человек, который готов, значит, ну, что-то делать, вот, человек, который, ну, готов, например, насчет, ну, может быть, даже рисковать, готов, вот, такой вариант, может быть, вполне. Вот, хотя, насчет этого нужно уточнить, уточнить. Что свойственно для таких людей? Для них свойственно не замечать своих чувств не замечать, своих эмоций не замечать, не замечать своих переживаний, вот. То есть, вот, очень важно это понимать, что для таких людей это не свойственно, к сожалению. Именно поэтому, потому что вы можете считать это своей слабостью, именно поэтому, может быть, такая история, что вы в отношениях с мужчиной, да, первым мужчиной своим, оказались, ну, знаете как, не то чтобы вот, по ошибке, да. А, ну, вот, так же, влюбились, поспешили. Вот, и, ну, может быть, не очень просто, поняли, что вам нужно. Да? Да? То есть, ну, вот. Чего хотите-то, вообще, не очень, не очень поняли. А, в этом случае, в этом случае, в этом случае, вот именно, в случае этого, такая, такая же ситуация произойдет и с этим мужчиной тоже. Поэтому очень важно увидеть, что стоит за вашей влюбленностью. Вот, что стоит за вашими эмоциями, вот, что стоит за вашими эмоциями и то, что вы, по сути, сходите с ума, вот, от того, что один раз с человеком поговорили. Это очень сильно, на мой взгляд, похоже на то, что, вот, ну, вам чего-то не хватало в отношениях с первым мужчиной. Вы увидели, значит, вот, в другом мужчине возможность для себя это получить. И вы, значит, теперь не можете, вот, как-то, ну, ни о чем другом думать, кроме только того, как, как бы это получить. Вот. Ну, позиция, на самом деле, более чем, ну, более чем логичная, вот, более чем адекватная с точки зрения, конечно, конечно, потребностей ваших. Но, с точки зрения целесообразности и с точки зрения конструктивности, это, конечно, весьма, весьма опасная модель поведения. Если мы посмотрим на то, как вы описываете, что я вот не знаю, говорите вы, ну, понимаете ли, человек или нет, понимаете ли, мужчина или нет, что, значит, девушка в него влюбилась, вот, если мы его, ну, внимательно на это, на это посмотрим. То мы увидим, что вы, скажем, ну, скажем так, предполагаете для себя то, что мужчина, мужчина возьмет на себя ответственность за сближение с вами, вам бы этого хотелось. Ну, понятно, что это только предположение, но тем не менее, вот, значит, ну, рекомендовать здесь я чего-либо, что-либо не буду рекомендовать, потому что по психологиям советов не дают, вот, поэтому рекомендовать что-то вам я не буду, вот, но, на мой взгляд, эти вот проблемы, которые, которые я... я описал, на мой взгляд, их нужно решать, с ними нужно работать, вот, и тогда мы имеем, будем иметь для вас возможность решить для себя, что делать дальше. Как-то так, я думал, можно вам ответить. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь. OnlineLineLineLineLineLineLineLineLineLineLineLineLineLineLineLineLineLineLineLineLineLineLineLineLineLineLineLineLineLineLineLineLineLineLineLineLineLineLineLineLineLineLineLineLineLineLineLineLineLineLineLineLineLineLineLineLineLineLineLineLineLineLineLineLineLineLineLineLineLineLineLineLineLineLineLineLineLineLineLineLineLineLineLineLineLineLineLineLineLineLineLineLineLineLineLineLineLineLineLineLineLineLineLineLineLineLineLineLineLineL